Я не особо хочу пользоваться славой своих прошлых лет, то, что было 14 лет назад в моей жизни, модельный бизнес или что-либо еще. Мне сейчас это совершенно не важно и не нужно. Нынче я совершенно другую позицию занимаю. У меня два успешных проекта. Я занимаюсь социальной работой для людей, пострадавших, с инвалидностью и так далее. И личность я медийная, и сейчас я известна совершенно другими факторами. А ситуация вот какая. Я купила квартиру в прекрасном доме на набережной. И все было ничего, и все было прекрасно и чудесно. Мне делали переустановку, перепланировку в моей квартире под мои условия. Делал сам застройщик и его зять, он же главный прораб, на сегодняшний день. Потом они с неуспешными своими проработками из прошлых строений своих, у них там все не получилось. Они на этот дом наметили прям четко свое благосостояние. Они создали ОПГ семейный, они создали ТСЖ, где являются представителями, председателями, зятья застройщика, и дочери, и жены и так далее. Они сделали очень жесткую структуру, создали коммунальный платеж, который не является правильным или законным по составу. На который приписывают всяческие услуги коммунальные, которые совершенно неуместны. Например, даже капремонт, тот самый капремонт, мы не имеем договоров с ресурсниками, которые предоставляют по капремонту. И далее, и пошла война. Войну он начал сам, совершенно никчемно. И он начал угрожать, он начал вытворять чужими руками всяческие деяния. Там уже чуть ли не 11 уголовных дел было заведено. Но я не буду уголовуляться об этом. Что касаемо исключительно меня, у меня была украдена коляска инвалидной территории, с закрытой территории, охраняемого дома, под охраной, была украдена коляска. А на сегодняшний момент у нас суды идут по коммунальным платежам, с которыми, с максимально прописанными мероприятиями, я там не согласна. И я отказываюсь их оплачивать. Причем я имею полное право выбирать из этого самопридуманного коммунального платежа. Самый главный фактор вот в чем. Я почти два месяца сижу без света. При условии того, что у нас самый разгар судов, меня еще должником никто не признал. Но самый главный фактор вот какой. Я проплатила услуги электроэнергии и услуги воды. Благо у нас отопление приходит отдельным платежом, и по этим платежам у меня никаких задолженностей нет. То есть я проплатила свет, а света в моей квартире нет. Исключительно в моей и еще в нескольких квартирах, которые точно так же борются с ним судебными практиками этими. Вот я уже кричу во все колокола, стучу во все двери. Уже и губернатор записана, уже по всем депутатам прошла. И полиция меня знает лично, и все прокуратуры меня знают лично. И ГЖИ в особенности. У нас огромное подозрение на ГЖИ, на действия ГЖИ. Не очень благомерные. Вот я о чем кричу. То, что я сижу без света почти два месяца с оплаченными коммунальными платежами электроэнергии. Вот мои главные... Они меня гнобят, они меня шантажируют. Квартира шикарная, дом шикарный. Только не повезло нам с застройщиком. И на данный момент я намерена, вынуждена сменить место жительства. Но квартиру я продавать не буду. Я подала в суд на этот СЖ. И я добьюсь правды. И мне в поддержку пойдет много, много какие ресурсники. Много СМИ. Мне идет в поддержку депутаты и губернатор. Сегодня у нас онлайн... Я послала запросы, вопрос с онлайн-передачей с губернатором. В общем, меня не сломить. Я делаю девочек стойкая. Но правда восторжествует. И ТСЖ мы уберем. Лишим их всех прав действий. Продолжение следует...